так ну все наверно поехали значит сколько нас сегодня раз два три 4 5 человек ну чтож давайте будем решать сейчас вам расскажу на подождите текстом часть кто-то писал да все начинаем и так и так значит фотоэффект будем делать и смысле я сейчас расскажу еще раз я касался по моему это да расскажу еще раз фотоэффект давление света и будем уже полностью решать вариант то есть мы какой-то один из прошлых разов решали вариант первую часть без учета того что мы доучили сейчас попробуем сейчас трансляцию включу да я зайду на доску так вот наш педиа софтик трансляция продемонстрируйте экран видеософт так все должно быть видно более-менее да все поехали и так значит рассказываю совсем супер базово кратко про фотоэффект и про давление света про фотоэффект даже если рассказывал любом случае повторим значит про фотоэффект в чем он заключается за это внешний фотоэффект квант электромагнитного излучения то бишь фото попадает на пластинку которая называется фотоэлемент электро атомы точнее электронов этих атомов в этих атомах от этой пластинки они поглощают в себя вот эту энергию если этой энергии хватает на работу выхода то электроны вы бы выбиваются из-за этой пластинки и у них остаточной энергии переходят в их кинетическую максимальную энергию таким образом грубо говоря частички света выбивают электроны из фото катода из фотоэлемента и таким образом с помощью электромагнитного излучения то есть помощью световой волны образуется электрический ток что-то еще можно запомнить еще можно запомнить что вот эта кинетическая энергия электронов которая осталась ее можно задержать электрическим полем который направлено против наоборот вернем который направлена вдоль движения электронов значит это будет так называемых задерживающее напряжение вот этого будет задерживающее напряжение который электрическое поле это задержать напряжение она будет электрон останавливать то бишь вот эту всю избыточную их кинетическую энергию работы этого поля останавливает. Работа этого поля – это заряд электронного умножить на вот это задерживающее или запирающее напряжение. Что можем отсюда видеть? Что неважно, насколько сильная интенсивность света, то есть свет может светить очень ярко, очень много, но будет фотоэффект или не будет, зависит не от интенсивности света, а от частоты излучения. То бишь, если частота доходит до определенного минимума, который называется красной границей фотоэффекта, тогда этой энергии хватает на работу выхода и все остальное. Либо же эту частоту можно выразить через длину волны, то есть скорость света в вакууме разделить на максимально возможную длину волны. Вот это тоже красная граница фотоэффекта. Также еще одна вещь. Если мы построим график зависимости силы тока от напряжения, мы получим как раз какое-то запирающее напряжение вот здесь, то бишь, у нас не будет тока при вот таком напряжении. И вот так вот он и будет примерно. То есть, если мы будем увеличивать напряжение, увеличивать напряжение, значит, если напряжение будет нулевым, у нас уже будет какой-то ток естественный, да, который образуется вот этими вывивающимися электронами. Но если мы дальше повышаем напряжение, у нас ток будет стремиться к какому-то максимуму, выше которого уже не поднимется. Вот этот максимум называется ток насыщения. Ток насыщения. Вот это все, что касается фотоэффекта. То есть, еще раз. А чего зависит ток насыщения? Ток насыщения уже как раз таки зависит от интенсивности падающего света. То есть, чем больше интенсивность падающего света, тем больше будет ток насыщения. Но будет фотоэффект или не будет, а также кинетическая энергия выбитых электронов зависит от частоты падающей волны на фотоэлементах. Так, ну вот, напомнил быстро про фотоэффект. И теперь напоминаю про этот, про, господи, про давление света. Опыт Лебедева. Рассказываю, что за опыт. Значит, предположение какое, что свет представляет собой поток частиц. Но пускай этот поток частиц безмассовый, эти частицы все равно имеют некий импульс. Сейчас покажу, как этот импульс рассчитать. Он у нас уже рассчитан, тем не менее, еще раз расскажу, как его рассчитать. Таким образом, он поставил две пластинки, прикрепленные на ось вертикальную. Пластинки очень легкие. Одну черную, то есть, то бишь, она поглощает свет. Другую белую, то есть, она отражает практически полностью вот этот свет, который на нее падает. Что происходит? Вот свет падает с каким-то импульсом на вот эти пластинки. Значит, черный полностью ее поглощает. И по закону сохранения импульса, импульс вот этой световой частицы кванта, он передается вот этой черной пластике. То есть, черная пластинка получает импульс P. Белая пластинка, так как от нее свет отражается, то она, на самом деле, получает разницу импульсов между тем, что было, и тем, что стало. Было P вперед, стало P назад. Значит, она получает удвоенный импульс в ту сторону. То есть, в ту сторону получает удвоенный импульс. Так вот, так как белая получает удвоенный импульс, а черная только одинарный импульс, то эта вся конструкция начинает крутиться вдоль того направления, чтобы... Значит, вот так вот, в общем, она начинает закончиться. Идем дальше. Идем дальше, идем дальше. Значит, теперь энергия. Энергия фотона – это mc квадрат. Но это не энергия фотона, это, вернее, это, в принципе, связь. Это масса покоя и энергии. То есть, если масса полностью аннигилируется, уничтожится, какая из нее энергия получится? Массу умножаем на скорость света в квадрате, получаем энергию. Отсюда массу, которую можно создать с помощью энергии, можно записать, как энергия разделить на скорость света в квадрате. Потом импульс фотона – это масса умножить на скорость, но массы у фотона нет. Скорость у него – скорость света. Получается mc. Значит, массу можем представить, как вот из этой формулы. То есть, энергии его разделить на скорость света в квадрате – это как бы масса покоя, которую он мог бы создать, если бы вся его энергия превратилась вот в эту массу. Скорость света сокращается, остается энергией делить на скорость света. Потом энергию можем преобразовать по формуле, значит, планка формули, значит, e равно кванта равно h nu, получается h nu делить на c. nu можно представить, то есть, частоту можно представить, как c делить на λ, то есть, как скорость света разделить на длину волны. И, соответственно, скорость света мы можем сократить, и останется только h делить на λ. Это будет импульс фотона. Вот такая вот вещь. Так, значит, вот это у нас получается. То, что я сказал, это импульс фотона. Вот такие вот вещи. Все. Теперь, соответственно, дорешаем то, что мы не решали. И приступим ко второй части. Так, сейчас я открою в Edge то, что мы с вами дорешивали. Так, а файл у нас был здесь, у нас в полезных материалах. Сейчас я его открою в Edge. И мы его дорешаем, и там заодно решим вторую часть. И вы увидите, что уже нет тех заданий, которые мы с вами не изучали, которые мы с вами не можем решить. Они все есть. Так, открыл. Сейчас я переключу трансляцию. Так, давайте я так продемонстрировать экран. Изменить окна. Есть. Есть. Все сделал. Поехали. Так, давайте смотрим, какие мы в прошлый раз не сделали. Первый сделали, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Вот, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый. Да, вот их. Поехали. Первое. Сколько протонов содержится в ядре изотопа висмута двести восемь 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 восем Соответственно, у нас вопрос, сколько протонов. Протонов это вот сколько здесь написано. То есть протонов у Висмата 83. Дальше установить, рассчитать формулу и что это значит. Так, энергия фотона. Вы помните, что энергия фотона это hν. Аν можно расписать как c делить на λ. И это у нас подходит. Получается hc делить на λ. Это второе. То есть а это будет 2. И частота фотона. Частота фотона ню. Мы уже сказали, что ню это у нас c делить на λ. То есть скорость света вакуума разделить на лину волны. То есть будет 3. Так, восемнадцатый. Выберите все верные утверждения физических явлений в величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. При вынужденных механических колебаниях в колебательной системе резонанс возникает в том случае, если собственная частота колебания совпадает с частотой изменения внешней силы. Да, собственно, резонанс возникает, если собственная частота колебаний и частота изменения внешней силы совпадают. Первое. Это верно. В процессе изохорного нагревания постоянной массы газа, давление газа уменьшается. Так, ну если у нас есть формула какая? ПВ равно Нью-РТ, формула Менделеева-Клапирона. Если у нас изохорное нагревание, значит В не меняется, раз нагревание, значит температура увеличивается. Если масса постоянная, то есть Ню количество вещества постоянное, Р постоянное, значит давление П увеличивается. Здесь написано, что уменьшается, значит это неправильно. Третье. Поверхность проводника, находящегося в электростатическом поле, является эквипотенциальной. Да, эквипотенциальная означает поверхность равного потенциала. То есть если у нас проводник есть какой-то, то на его поверхности потенциал распределяется равными вещами. То есть три. Четвертое. При преломлении света, при переходе из одной среды в другую, изменяется скорость волны и длина волны, а ее частота остается неизменной. Значит, изменяется скорость и длина волны, а ее частота остается неизменной. Да, это так. То есть при преломлении света у нас скорость волны меняется. Таким образом мы имеем показатель преломления среды. Показатель преломления среды – это скорость света в вакууме разделить на скорость света в среде. В разных средах он разный из-за того, что скорость света в средах разная. То есть скорость меняется. И длина волны. Да, длина волны тоже меняется, но частота остается неизменной, это тоже верно, четвертый вертый. Энергия связи ядра равна той энергии, которая выделяется при реакции синтеза ядра из ядер более легких изотопов. Ну, вот это уже не так. Почему это не так? Потому что энергия связи ядра равна энергии, которая выделяется как раз-таки наоборот при реакции распада. То есть, конечно, бывает так, что и при реакции синтеза образуется энергия, но вообще энергия связи ядра – это получается масса ядра. Минус масса, суммарная масса наклонов. И вот эта дельта масса умножается на скорость света в квадрате. Это энергия связи ядра. Вот она. То есть, не энергия, которая выделяется из ядер более легких изотопов, а по сравнению вообще с количеством наклонов, которые там находятся. Ты говоришь, пятая – это не правильно. Так, ну все. Вот 16, 17, 18 мы с вами объяснили. Теперь 19. Ну, 19 и 20 мы, по-моему, делали. Поэтому будем. Все. Вот это вся первая часть. Ну, я что предлагаю сейчас? В принципе, можем начать решать вторую часть или еще раз закрепить первую и уже, ну, как раз у нас на это все время идет фактически. Начиная со следующего раза уже, значит, начиная со следующего раза уже решать вторую часть. Давайте голосуем. То есть, сегодня решаем первую часть из другого варианта полностью, все, целиком. Или вторую часть из первого варианта. Пишите. Так, Роман говорит вторую часть. У кого еще есть какие-нибудь... ...допросы? И вторую, так вторую. Я, в принципе, не против, а даже за. Ну, давайте, двадцать первую. Хорошо, вторую. Плоский воздушный конденсатор подключили к источнику постоянного напряжения и зарядили, а затем отключили от источника. После этого уменьшили расстояние между его пластинами в полтора раза. Во сколько раз при этом изменилась энергия электрического поля, накопленная конденсатором? Ответ поясните, указав, какие физические скромерности вы использовали для объяснения. Так, еще раз. Плоский воздушный конденсатор. Вот он, плоский воздушный конденсатор. Подключили к источнику постоянного напряжения, хорошо подключили, зарядили, то есть он полностью заряженный, то есть у него клиота максимальная, которая может быть. А затем отключили от источника, он заряд свой сохранил, потому что конденсатор, собственно, его основная функция в том, чтобы заряд удержать. После этого уменьшили расстояние между его пластинами в полтора раза. Вот что будет, если мы как-то изменим расстояние между его пластинами? Изменится его электроемкость. Мы вспоминаем, что такое электроемкость. Электроемкость с одной стороны это Q разделить на U. А с другой стороны электроемкость с плоским конденсатором это будет ε0 умножить на S делить на D. Где S-то площадь пластинки, D расстояние между пластинами. Соответственно, если мы расстояние между пластинами уменьшили в полтора раза, значит мы C увеличили в полтора раза. Значит, C1, то есть новое C равно полтора C. Если у нас Q при этом не изменилось, то есть Q у нас равно C умножить на U. Q не изменилось, почему? Потому что у нас замкнутая система, в замкнутой системе заряд может никуда уйти и ниоткуда не прийти. Так вот, у нас Q не изменилось, а C изменилось. То есть C умножить на U равно C1 умножить на U1. То есть у нас вот C1, мы знаем, оно стало полтора C. А U1, соответственно, будет U делить на полтора. То есть напряжение в полтора раза уменьшилось. Так. Во сколько раз при этом изменилась энергия электрического поля накопленная конденсатором? Ну, у нас есть несколько формул энергии электрического поля. Воспользуемся, например, той... Значит, у нас это либо Q на U пополам. Кстати, этой мы можем сейчас воспользоваться. Либо Cu квадрат делить на 2. Либо Q квадрат делить на 2C. Ну, вот это самая вроде такая формула. Почему? Потому что здесь Q есть, оно не меняется, мы знаем. А U мы знаем, что уменьшилось в полтора раза. Если U уменьшилось в полтора раза, значит энергия электрического поля тоже уменьшилась в полтора раза. То есть... То есть это V старая, а V1 это будет Q на U1 разделить на 2. Во сколько раз при этом изменилась энергия электрического поля накопленная конденсатором? В полтора раза его уменьшилось. Ответ поясните. Какие физические закономерства используют для объяснения? Ну, давайте. Что мы используем? Мы использовали определение электроемкости конденсатора, формулу электроемкости плоского конденсатора, закон сохранения заряда, что он не меняется, да? И формулу энергии электрического поля конденсатора. Вот такая 21 задачка. Сложно? Просто? Вопросики? Пишите, давайте. Все понятно? Пишите плюсик. Если непонятно, спрашивайте вопросы. Окей. Ром говорит, понятно. В ответ тоже говорит, понятно. Супер. Если понятно, идем дальше. Второе. Тележка массой 0,5 кг, прикрепленной к горизонтальной пружине жесткости 200, совершает свободные гармонические колебания, как на рисунке. Максимальная скорость тележки 3 метров в секунду, какова амплитуда колебания тележки. Мы сразу смотрим, что с тележкой будет происходить. Она будет колебаться туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Значит, у нас здесь колебания происходят. Нам нужна амплитуда колебания тележки. Ага. То есть максимальная получается отклонение тележки от вот этого положения равновесия. Но мы понимаем, что в свободном колебании у нас выполняет закон сохранения энергии. То есть полная энергия – это у нас кинетическая плюс потенциальная энергия, какая-то первая, равна кинетическая плюс потенциальная энергия, какие-то вторые. Первая кинетическая плюс первая потенциальная, вторая кинетическая плюс вторая потенциальная. Так, ну что нам сказано, что максимальная скорость тележки. Давайте вот рассмотрим, когда тележка проходит через серединку, у нее есть максимальная скорость, соответственно, у нее есть кинетическая энергия максимальная. У нее здесь масса умножить на максимальную скорость в квадрате делить на 2. У нее здесь нет никакого растяжения, поэтому потенциальная энергия у нее в этой точке 0. Когда она доходит до конца, у нее здесь уже кинетическая энергия 0, потому что она тут уже дошла до конца, дальше никуда не идет, скорости нет. Значит, и плюс потенциальная энергия – это формула потенциальной энергии пружины, это k умножить на растяжение, растяжение как раз будет амплитуда, амплитуда в квадрате делить на 2. Ну все, то есть отсюда мы выражаем амплитуду, то есть отсюда получается а равно корень. Из мв квадрат делить на k, то есть равно а равно корень. Из 0,5 умножить на 3 в квадрате делить на 200. Так, и это равно 3 в квадрате 9. Так, 9 на 0,5 делить на 200. Из этого всего если взять корень, будет 0,15. Включает амплитуда 0,15 метров, ну или 15 сантиметров. Все, вот такая задачка. Так, тоже если непонятно, пишите вопросик, если понятно, пишите плюсик. Так, и все понятно, значит дальше. Поехали дальше. Значит, следующее, 23. Поехали. Соответственно, что стакан калориметра, содержащий 400 грамм воды при температуре 55 градусов, то есть у нас есть вот стакан, там есть какая-то вот эта масса воды и какая температура воды. Мы сюда опустили кусок льда, температура 0, неизвестной массы, то есть м льда мы не знаем. Когда у нас пил теплового равновесия, весь лед уже растаял, температура воды стала равной 0 градусов. Определите массу куска льда. Нам надо составить уравнение теплообмена. Кто тепло отдал, кто тепло принял. Значит, тепло отдавала вода, значит будет Q воды. Сколько она тепла отдала? Она отдала С свою умножить на свою массу. Значит, С воды умножить на массу воды. Значит, массу воды умножить на изменение температуры. Ну так, у нас температура с 55 до 0 упала, значит умножить на дельта Т. Это вот сколько у нас вода отдала. Ну, имеется в виду, естественно. Сколько вода отдала, да, то есть тут по моду, естественно, на цветах. Значит, тут тоже и воды по моду, насколько она отдала. Теперь, а лед он в себя это тепло впитал, собственно. Собственно, как он в себя это тепло впитал? Он растаял, он просто растаял. То есть Q льда будет, получается, масса льда умножить на отдельную теплоту его плавления. Действительно, теплоту плавления льда. То есть он в себя это впитал. Ну, то бишь, теплоту, которую отдала вода, впитал в себя лед и растаял. Соответственно, мы их приравниваем никаких потерь нет. То есть получается С воды умножить на массу воды умножить на модуль дельта Т равно масса льда умножить на льда льда. Так. Определите массу к льда, то есть надо массу льда. Окей, поехали. Масса льда. Это будет С воды умножить на L воды умножить на дельта Т. Разделить на льда льда. И это получится. Так, ну, С воды умножить на 4200. Масса воды 400 грамм от 0,4 кг. Дельта Т – 55, 0,255. И льда льда. Это у нас... А это надо уже смотреть, смог бы быть льда льда. Сейчас такого вначале было. Льда льда, я не помню. Так. Вот здесь плота плавления льда. Да, вот 3,3 на 10 в пятый. 3,3 на 10 в пятый. 3,3 на 10 в пятый. Так. Разделить на 3,3 на 10 в пятый. Так. Ну и все. Осталось только посчитать. У нас получается. Сейчас посчитаем. 4200 умножить на 0,4 умножить на 0,55. Разделить на 3,3. Разделить на 10 в пятый. Будет 0,28 получается. 0,28 кг. 0,28 кг. Все. Вот стопы льда. Так. Какая задачка? Вопросики. Давайте тоже есть вопросики. Пишите. Нет, пишите плюсик. Все, плюсики есть. Так. Ну поехали. 24. Цикли показаны на ПВ-диаграмме. 4 моли разрешенного гелия получают от нагревателя. Количество теплоты 120 кг. Найти температуру Т2 гелия в состоянии 2. Значит, он получил от нагревателя 120 кг. 20 кг. Жули вернее. Значит, когда он нагревался. Что он когда нагревался. То есть у нас здесь формула Менделеева-Клаперона. ПВ-РТ. Соответственно, в процессе 1-2. То есть мы можем для каждой точки написать, чтобы вот так. Для первой точки это будет. П0 умножить на В0 равно Нью-Р умножить на какое-то Т1. Значит, для второй точки это получается будет. Так. Будет 2П0 получается. 2П0 умножить на В0 равно Нью-Р Т2. Кстати, отсюда мы сразу понимаем, что Т2 равно 2Т1. Т2 равно 2Т1. То есть Т2 выросла. Дальше смотрим третью точку. Здесь у нас что получается? 3П0 умножить на 4П0 равно Нью-Р Т3. То есть опять же мы понимаем, что Т3 равно 12Т1. 12 раз больше. Ой, где-то П оно написано. Умножить на 3П0 умножить на 4П0. Получается Т3 равно 12Т1. Да. Такие вот вещи. Так, идем. Да, ну и собственно, значит, надо найти температуру Т2. Собственно, нам известно, что у нас нагреватель будет 120 килоджулей. То есть мы можем написать формулу, первый закон термодинамики, да, что Q равно дельта Ю плюс А. То есть теплота, которая передана тело, равна изменению внутренней энергии плюс работа. Да, значит, а изменение внутренней энергии, в принципе, дельта Ю, это у нас 3 вторых Нью-Р дельта Т, 3 вторых Нью-Р дельта Т. Или получается 3 вторых Нью-Р дельта на дельта в скобочках ПВ, то есть как ПВ изменяется. Вот, это у нас, в общем, вот так вот будет, как ПВ изменяется. Соответственно, значит, нам нужна... Так, ну мы можем узнать, во-первых, так, найдите температуру гелия Т2 в состоянии 2. Сейчас, друзья, надо подумать. Значит, что мы тут знаем? Значит, тут 120 кило-джоулей. В принципе... Значит, у нас где-то тут работа положительная и дельта Ю положительная. Вот на участке 1, 2, 2, 3. Значит, на участке 1, 2, 2, 3 мы получаем это тепло 120 кило-джоулей. На участке 3, 1 отдаётся какое-то количество тепла. Значит, нам только нужны участки 1, 2 и 2, 3. Так, ну, на участке... Ну, давайте-то начнем. Вот два участка 1, 2 и, соответственно, 2, 3. Что можем сказать? Сейчас, друзья, дайте мне одну секундочку. Участки 1, 2 и 2, 3. На участке 1, 2 что можно сказать? Что работа на участке 1, 2 равно 0. Почему? Потому что объём не изменяется. В0 так остаётся. У нас работа... Это площадь под графиком. Здесь площадь под графиком 0, на участке 1, 2. Дельта U, 1, 2. Это у нас, получается, будет 3 вторых. P2V2 минус P1V1. P2V2 это будет 2P0V0. P1V1 будет P0V0. Значит, отнимаем, будет P0V0. Всё отлично. Так, получается, 3 вторых. P0V0. Да. Вот. И А2, 3. На участке 2, 3. У нас, значит, работа будет площадью под участком 2, 3. Сколько получается здесь? Тут одна клеточка, это у нас P0V0. То есть P0V0 это одна клеточка. Сколько у нас здесь клеточек? Посчитаем. Давайте. Ну, трапеция, в принципе, можно попробовать трапеции. То есть вот это посчитать под 2, 3. Можно по клеточкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ещё половина от трёх. То есть 3 пополам. То есть будет 6 плюс 3 пополам. Это 7 с половиной. То есть получается А2, 3. Это у нас 7 с половиной до 0, 2, 0. 7 с половиной до 0, 2, 0. А дельта У, 2, 3. Это у нас будет 3 вторых. Значит, P3V3 минус P2V2. Значит, P3V3 это 12 P0V0 минус 2 P0V0. Это будет 10. 10 P0V0. Значит, будет умножить на 10 P0V0. 10 P0V0. Итого. Итого. Значит, у нас вот это Q, которое 120 кж. Q нагреватель. У нас равно. Так, вот. 3 вторых по 0 в 0 плюс 3 вторых у нас на 10 по 0 в 0. Так, ну 10 плюс 1 это 11. Будет 3 вторых умножить на 11 по 0 в 0. Это что касается дельта В. Это что касается дельта В, извиняюсь. А что касается А, здесь 0, здесь 7 с половиной. 7 с половиной это 15 вторых. Получается плюс 15 вторых тоже P0V0. Так, ну и тогда Q нагревателю у нас равно. Так, ну 3 вторых у нас на 11. 33 вторых плюс 15 вторых. 33 плюс 15 это будет 48. 48 вторых это 24. Получается 24 P0V0. 24 P0V0. 24 P0V0. То есть Q нагревателе это 24 P0V0. Вот. Отсюда можно найти P0V0. Отсюда P0V0 это сколько будет? Это будет Q нагревателе разделить на 24. И отсюда, в принципе, мы можем найти T2. T2 равно чему? T2 у нас равно, это старая формула. Оно равно 2 P0V0 разделить на ню R. 2 P0V0 разделить на ню R. Так, ну P0V0 это будет Q нагревателе разделить на 24. Ню мы знаем, это 4 моля. R мы знаем, это постоянный 8,31. То есть, если сюда, в принципе, все подставить, у нас получится. Так, ну давайте посчитаем вместе. К нагревателе 120 тысяч, а 120 кило Джоули, ну все все, да? То есть 120 на 10 третий. Так, получается 120 тысяч делим на 24. Это будет 5000. Так, умножаем на 2. То есть по 0 в 0 это 5000 получается. Умножаем на 2, 10 тысяч. Делим на ню R, то есть делим на ню R, делим на ню R, делим на R на 8,31. И это получается, ну если до целых, примерно 301 градус получается. То есть примерно это получается 301 градус Кельвина. Примерно 301 Кельвин получается. Вот это у нас будет T2, 301 Кельвин. Все, найдите температуру T2. Это у нас 301 Кельвин. Вот так вот, какие-то вещи. Так, ну что, по 24-м заданию. Тут тоже вопросы. Если нет вопросов, то плюс ставим. Покажется, учет на того, что я говорю, мы потратили на это, сколько там получается? 24 минуты, так что. Покажется, учет на то, что, по-друге. Так, ну все? Понятно все? Все, понятно. Поехали. 25-й. Металлический стержень, согнутый в виде буквы P, ну вот как показано, закреплен в горизонтальном положении. На параллельные стороны стержня опирается концами перпендикулярная перемычка, прямоугольное перечное сечение массы такой-то длиной такой. Это вся система находится в однородном вертикальном магнитном поле с такой-то индукцией. То есть вертикально она к нам лицом обращена, мы смотрим на горизонтальную плоскость. То бишь, опять же, сила тяжести направлена перпендикулярно нашему взору. Поэтому в движении, можно сказать, вот этой перемычки не участвует. Да, в движении перемычки не участвует. Вся система находится в однородном поле под действием постоянной силы. 1,6 ньютон перемычка движется с постоянной скоростью полтора метра в секунду. Ну, то есть вот сюда под действием какой-то силой. То есть сюда вот эта вот сила будет F. Ну, она середина действует. Я ее просто, чтобы вот с этой своей не путался. Она так, на середину действует. Сила F. Но так как скорость постоянная, означает, что вот сюда компенсирует, получается, что там сила этого ампера. То есть у нас на этот проводник с током действует сила ампера. Да, ну и вот получается, что эти силы равны. Вот эта сила равна силе ампера. То есть сила ампера тоже равна 1,6, получается. Определите сопротивление перемычки. Так, ну, коэффициент трения между стержнем и перемычкой 0,2. А, нет, нет, там еще есть трение. То есть если мы его толкаем сюда, значит, назад его тянет. А сила ампера... Сила ампера и трение. И сила трения. И сила трения. Значит, получается, сила трения плюс сила ампера равна вот этой силы, с которой мы тянем. Почему они должны быть обязательно равны? Потому что если скорость постоянная, значит, все силы, действующие на тело, скомпенсируем. Как я уже говорил, сила реакции опоры и силы тяжести направлена перпендикулярно нашему узору, потому что здесь сказано, что поле магнитное, оно вертикальное. А нам показано, что оно от нас уходит, да, значит, вертикально направлено перпендикулярно нашему узору. То бишь, получается, сила тяжести и силы реакции опоры здесь не видны. Так, определить сопротивление перемычки. Ну, во-первых, запишем, исходя из первого закона Ньютона, что раз у нас скорость постоянная, значит, сумма сил будет равна нулю. То есть, F минус сила ампера минус сила трения равно нулю. Так, ну, F мы знаем. Сила ампера, формула, помните, да, там, BIL умножить на синус альфа. Ну, какой тут синус между током и B-шкой? 90 градусов. То есть, соответственно, синус тут один, не пишем, просто BIL, минус силу трения. А сила трения – это будет коэффициент трения умножить на силу реакции опоры. А сила реакции опоры здесь будет противоположной силе тяжести. То есть, будет равна МЖ, сила реакции опоры. Все это равно нулю. Так, 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 то есть, тут из этой формулы мы, значит, можем из этой формулы найти I, то есть, найти силу тока. Так, ну вот, найдем силу тока. Значит, найдем силу тока. Сейчас надо подумать. Найти силу тока. Так, после того, как мы узнаем силу тока, тогда что? Надо сопротивление определить. Спротивление. Сейчас. Так, ну мы знаем, что сила тока у нас равна чему? Напряжению. Ну, тут напряжение будет равно ЭДС, да, которое будет создаваться. Значит, ЭДС разделить на сопротивление в данном случае. Если мы считаем, что вот этой Пэшке, ну да-да-да, здесь вот будет сопротивление. Значит, ЭДС разделить на сопротивление. То есть, что вот здесь нет сопротивления никакого, здесь только есть сопротивление. Так. И, соответственно, вот это ЭДС надо будет найти, да. Ну, это ЭДС мы найдем, это ЭДС будет электромагнитной индукцией. ЭДС электромагнитной индукции равно, вот форму, как я говорил уже, да, что это будет дельта Фи делить на дельта Т. Ну, по модулю, естественно, не цифруем. А дельта Фи, это что у нас? Это будет Б умножить на С. Ну, короче, грубо говоря, вот эта формула, частный случай вот этой формулы, он будет равен... Ну, давайте я вам сейчас распишу, а потом просто запомните эту формулу. Она в квадрификаторе вообще-то есть. Значит, здесь это получается у нас будет дельта С умножить на Б. Так, ну, угол там, понятно, да, значит, угол между Б и нормалью у нас 0 градусов, поэтому мы его... Кость у нас 0 градусов, вот один. Мы его нет. И смотрим. Значит, дельта С у нас на Б разделить на дельта Т. Вот у нас получается вот этот модуль. А дельта С площадь, площадь, что такое площадь? Вот у нас будет... Вот площадь того, что прошла, грубо говоря, вот эта вот палочка, площадь этого, это будет прямоугольник. И у этого прямоугольника вот эта сторона будет равна длине этой палочки, а вот эта сторона будет равна В умножить на дельта Т. То есть сколько он расстояние прошел. Тогда получается вместо дельта С у нас будет L умножить на В дельта Т. Умножить на Б разделить на дельта Т. Дельта Т сократится и останется БВЛ. Вот эту форму можете запомнить, что ЭДС равно БВЛ. ЭДС равно БВЛ в случае, вот в таком случае, значит, в каком-то, что у нас есть металлический стержень согнутый, по нему опирается прямоугольная перемычка. Не обязательно прямоугольная. В принципе, на него опирается перемычка. И вот она с постоянной скоростью едет в какую-то сторону. Значит, магнитное поле при этом перпендикулярно движению перемычки. И, собственно, вот этой плоскости, в которой движется перемычка. И вот тогда ЭДС индукции будет БВЛ. Ну так вот, получается, сюда вместо ЭДС подставляем это БВЛ. То есть И равно, получается, у нас будет БВЛ разделить на Р. Ну и все. Просто это вместо И изменяем. И тогда у нас что получается? какая формула у нас тогда получится? Ф минус Б умножить вместо А будет БВЛ делить на Р умножить на Л минус ММЖ равно 0. все. Это уравнить с одной неизвестной с Р. Нам надо Р найти. Р находим. Ну, давайте найдем. То есть, что тогда тут сделаем? все, что без Р направо перенесем, да? И наоборот, вот то, что с Р все направо перенесем, все, что останется слева будет. То есть, слева получается будет Ф минус ММЖ. А справа будет В квадрат В Л квадрат делить на Р и отсюда Р и отсюда Р равно В квадрат В Л квадрат делить на Ф минус ММЖ. вот отсюда это будет Р ну и все и находим собственно перекупка кукулятора осталось чтобы все делать бить. Значит, получается будет В квадрат это что? В квадрат это 0.2 значит, 0.2 квадрат то есть 0.2 0.2 умножить на В то есть на 1.5 умножить на Л на Л то есть на 1 то есть на 1 не будем то есть это будет 0.06 и поделить Ф это у нас будет 1.6 минус ММЖ то есть 0.2 умножить на 0.3 умножить на 10 это будет 0.6 значит 1.6 отменить 0.6 это будет 1 и остается 0.06 поделить на 1 0.6 получится так внизу точно 1 1.6 минус 0.2 на 0.3 на 10 1.6 минус 0.6 будет точно 1 значит вверху еще раз проверим В квадрат 0.2 на 0.2 умножить на В В это полтора и умножить на это будет 1 да получается 0.6 получается 0.6 ом 0.6 ом получается 0.6 ом вот такие вот дела это будет сопротивление перемычки то есть вот ее сопротивление а вот сопротивление вот этого согнутого стержня мы не считаем потому что вам сказано сопротивление стержня перемычки вот такое задание тоже спрашивать вопросы насколько вам понятно непонятно давайте еще раз пробежимся как мы его решили первое указали все силы которые действуют на перемычку сила с которой тянем которая дана сила трения сила ампера на нас сила реакции опоры от нас мж но мы их не пишем потому что они никак не влияют на движение теперь так как тело движется с постоянной скоростью записываем в первый закон то что сумма всех сил должна быть равна нулю при условии что сумма имеется в вектор если это в одну сторону это в другую значит это будет с одним знак мы идем с другим теперь мы пишем формулы значит сила ампера записали сила трения записали так сила ампера у нас есть ток ток мы находим по формуле ну вообще-то у делить на r напряжение но здесь напряжение здесь же нет источника здесь источником является магнитное поле поэтому значит и оно вот это у дает на эту перемычку то есть ЭДС который создает это магнитное поле и есть напряжение которое падает на перемычку вот это ЭДС по закону Фараде равно дельта фи на дельта т мы с вами показали что в этом случае это будет БВЛ собственно теперь осталось нас ЭДС поставить БВЛ от дать места I у нас останется одна неизвестная R решаем уравнение находим R нашли R радуемся жизни последовательность такая еще раз расставляем силы записываем закон Ньютона значит уточняем его формулами сил выражаем силу тока через ЭДС электромогнитной индукции получаем уравнение с одной неизвестной R решаем все и последнее осталось это 26 два небольших массивных шара массами 0.2 и 0.3 закреплены на концах ненесового стержня АБ лежащего в гигантальных опорах С и Д длина стержня АБ Л равно 1 метр расстояние АС равно 0.2 метра сила давления стержня на опору Д в два раза больше чем на опору С то есть на Д он давит с какой-то силой 2 F а на С давит с какой-то силой F интересно соответственно силой реакции опоры которые будут сейчас друзья силой реакции опоры которые будут это вот и вот вот эта силой реакции опоры будет F это будет 2 M1G соответственно это получается M1G это соответственно будет M2G и мы значит у нас получается на стержне действует 4 силы M1G M2G вот это F и 2F мы знаем что расстояние от С вот это это 0,2 а АВ это вообще 1 то есть мы не знаем расстояние вот круг говоря ну отсюда до сюда пускай от С до Д расстояние будет X значит получается от Д до Б но на С Б остается 0,8 здесь X значит Д Б это получается 0,8 минус X 0,8 минус X 0,8 минус X какое расстояние между опорами С Д сделать рисунок с указанием внешних сил действующих на систему тел стержень и шары обоснуть применение законов использованных для решения задачи то есть относительно в точке С и относительно в точке Д ну то есть мы можем составить получается нам надо просто составить два уравнения что сумма сил равна нулю и сумма моментов равна нулю это сделать достаточно в принципе просто первое то что сумма сил равна получается F плюс 2F минус M1G минус M2G равно 0 F плюс 2F это будет 3F равно тут будет M1 плюс M2 ну что M1 ну и отсюда мы F можем найти отсюда F у нас это будет M1 плюс M2 все это умножить на G будет F. Все, знаем F. Теперь осталась сумма моментов относительно точки С. Сумма моментов относительно точки С. Первое M1G против часовой стрелки будет. Давайте против часовой стрелки брать со знаком плюс. Получается будет M1G умножить на его плечо. Получается вот он так будет крутить, M1G относительно точки С. У него плечо будет 0,2. Получается минус M1G умножить 0,2. Дальше вот эта сила F, она, значит, прямо в этой точке С, значит, у него плечо 0, мы ее не учитываем. Получается F умножить на 0. Ну, давайте можем списать, да, плюс F умножить на 0. F умножить на плечо 0. Так, вот эта сила F, вообще она на опору действует, не на стержень. Да, мы вообще не смотрим. Значит, теперь вот эта сила 2F, она уже относительно точки С вот так вот против часовой стрелки. Против часовой стрелки, значит, будет плюс 2F умножить на ее плечо, а ее плечо это X. И, значит, это не учитывается, потому что это не на стержень действий. И, соответственно, M2G будет вот так вот по часовой стрелке, будет со знаком минус. Получается минус M2G. M2G умножить на вот эту сумму X 08 минус X, то есть на 08. Все это равно 0. Все. Здесь у нас получается уравнение с одной неизвестной с X. Все находим ее. Что-то у нас получается. 2Fx равно 2Fx равно. Вот это все направо переносим. Значит, будет M2G на 0.8. Значит, будет 0.8 умножить на M2G. Правда, минус 0.2M1G. И отсюда X это получается. Будет все, что справа у этого штучка. То есть 0.8 M2G минус 0.2M1G. Разделить на 2F. Это будет... Поехали. Так, 0.8 умножить на M2G. Так, 0.8 умножить на M2G. То есть 0.8 на 0.3 на 10. Будет 2.4. Минус 0.2 на 0.2 на 10. Будет 0.4. Разделить на 2F. Так, ну F давайте мы посчитаем. Сколько будет F. Значит, M1 плюс M3 это будет 0.5. 0.5 умножить на G на 10. Это будет 5. 5 третьих получается. F это 5 третьих. Значит, если мы делим на... А, тут 2F. Значит, будет 10 третьих. Делим на 10, получается. И умножаем на 3. Это получается будет 2.4 минус 0.4. Это будет 2. 2 на 3 будет 6. 6 десятых. Значит, 0.6. Все. Х равно 0.6. Это будет расстояние между опором и C. 2. Задание. Так. Значит, пробегаемся еще раз. У нас здесь статическая система. Значит, надо использовать уравнение статики. Какие у нас уравнения статики? Два уравнения. Сумма сил равна нулю и сумма этих, как говорят, и сумма моментов сил относительно производной точки тоже равна нулю. Мы что сделали? Мы посчитали сумму всех сил равна нулю. И... Значит, отсюда нашли вот эту силу реакции опоры. И зная силу реакции опоры, уже составили уравнение моментов относительно точки С. Можно было относительно другой точки. Можно было относительно две точки составить. И можно было вообще относительно производной точки составить. Сумма моментов равняли в нулю и отсюда нашли. Все. Попробуйте. И. Попробуйте. То. Все, смотрите, вместе с объяснением, вместе со всем, значит, у нас ушло на это 47 минут на вторую часть. В прошлый раз на первую часть, мы записываем, по-моему, сколько у нас ушло на первую часть, ну, около часа, чуть-чуть меньше часа у нас ушло на первую часть. То есть, в принципе, вот отнимем, например, 10 минут на объяснение, там и там получается от часа отнимаем 10 минут, будет 50, от молки округлим до 50 минут. Вот отнимаем 10 минут, будет 40. 50 плюс 40, 90. То есть, можно полностью всю ЕГЭшку по физике решить за полтора часа. Даже не будет ничего такого сверхсложного. Ну, это вариант, кстати, вообще супер несложный, потому что здесь даже не было во второй части ничего на оптику даже не было. Только единственное задание на оптику было в первой части, вот это. Все, больше ничего на оптику не было. На кванты и на атомную физику было вот 16, 17, 18, то есть из первой части, а вторая часть тоже ничего не было. Поэтому, если такое будет на ЕГЭ, это, соответственно, будет вам очень повезло. Так, давайте анализировать, друзья. Значит, какие здесь были темы? Сейчас я напишу вам. 21. 21. Это у нас конденсатор. И энергия Эл Полин. 22. Это было, значит, пружинной майки. 23. Это у нас было. Термодинамика. Ну, да, термодинамика. 24. Это у нас было. Тоже, по сути, термодинамика. 25-е. Это у нас было, значит, сила ампера, драконы Детона и дракон электромагнитной индукции. И 26-е. Это была статика. Вот из вот этих вот тем напишите, пожалуйста, что для вас, ну, все, кто может, давайте по номерам там, то есть 21, 22, 23, 24, 25 или 26. Напишите, что из вас было самое сложное для понимания и что для вас самое было простое для понимания. Пожалуйста. Напишите, что для вас было самое сложное для понимания и что для вас было самое простое для понимания. 24 сразу там рядом пишем. Самое сложное или самое простое? Сложное. А самое легкое? Хорошо. Спасибо. 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 так Аня, Рома, Антон, Алина, Татьяна, давайте тоже напишите, что для вас было самое сложное, что было самое несложное. Самое сложное, двадцать столичный неприятный статики, статики, понятно. В статики всего два уравнения, сумма сил равна нулю и сумма моментов равна нулю. То есть, в чем здесь неприязнь, моменты не можешь посчитать. Да, надо все время помнить, что такое почасовая штука против часовой стрелки, держать на голове. Что почасового момента с одним знаком, против часовой с другим знаком, в сумме они равны должны быть нулю. Можно не то что запутаться, там от невнимательности в основном ошибки, от невнимательности и от... То есть, что там, какие там две самые частые ошибки в статике. Это путают знак и путают плечо, путают знак и плечо. И забываю это относить до какой точки рассматривать. То есть, надо три вещи держать в статике. Первое. Это знак. Плюс. Плочасовой. Надо этого придерживаться. Потом всё время держать в голове точку, относить до которых рассматриваем. К примеру, точка С. Всё смотрим в этот сийты точки С, для того чтобы ни было там, все силоты. Как они крутят. Объект относительно точки С. Например, смотрим относительно точки Д. Теперь смотреть относительно точки Д, доносить точке А, точки Б и так далее. То есть, надо держать в голове. Знак направлений момента. Точку отсчета. И плечо. Чего надо помнить, что плечо это перпендикуляр, вот точки отсчета до линии действия силы. Так. Что там еще у нас тяжко пишут? 24. А что было 24? Я уже забыл. В 24 по сути мы использовали. Сейчас скажу сколько законов. Первое. Мы использовали три раза для каждой точки. Мы использовали уравнение делива Клаперона. Раз. Второе. Мы использовали первый закон термодинамики. Два. Мы использовали формулу для внутренней энергии. Три. И четвертое. Работу. Мы использовали как площадь под графиком ПВ. 4. Все. 4. Мы использовали 4 формулы. То есть давайте запишу 24 задание. Так. Сейчас я напишу. То есть 24 задание. Вариант 1. Там у нас было. Я в чате пишу. У нас было первое. Дакон делива Клаперона для точек 1, 2, 3. Второе. Первый. Закон делива Клаперона для точек 1, 2, 3. Второе. Первый закон термодинамики. Третье. Внутренняя. Внутренняя энергия. Формула. И четвертое. Это у нас работа газа как площадь под графиком ПВ. Все. Вот это что касается 24. Так. Есть. Дальше. Что вы пишете? 24 все написали? Да. Так. 26 только что. Ну 26 давайте еще раз. Разберем. 26 задание. Первое. Два уравнения статики. Это значит сумма всех сил равна нулю. Пятая сумма всех моментов сил относительно произвольно выбранной точки равна нулю. Второе. Что мы там еще использовали? Что мы там еще использовали? Так. Сумма всех сил равна нулю. Сумма всех моментов сил относительно произвольно выбранной точки равна нулю. Второе, второе, второе. Хм. Да. Да. Ну точно на что обращать внимание? Обращать внимание на направлении моментов в скобочках по-часовой или против. Значит, по-часовой минус или против плюс. ну а дальше точку в отсчета и значит направлении моментов по-часовой или против. Точка отсчета. Так. Направление моментов в точку отсчета и так. Направление моментов в точку отсчета и по плечи плечи что касается 26 так теперь теперь так 20 24 тоже сказал 26 тоже сказал так сложно 2121 давайте посмотрим еще 21 что по 21 можно сказать она по 21 я уже сказал то есть это у нас у нас первое задание первое это у нас будет определение электроемкость конденсатора второе это закон сохранения заряда и третья это у нас формула энергии колполя конденсатор все это у нас 21 задание так 24 26 21 25 ну и 25 я собственно уже рассказал да вот решили обсудили как вам вообще полезно в следующий раз все будем теперь нарешивать вариант второй вариант в следующий раз так и пришел в следующий раз следующий раз второй уже будем решать полностью все тогда друзья на сегодня хватит молодцы пока спасибо всего доброго всего доброго всего доброго с